Я много лет занимаюсь детскими автокреслами, примерками, подбором, установкой в авто. Родители часто совершают типичные ошибки, и я хочу рассказать о некоторых из них простым, понятным языком. Вот, например, одна из ошибок. Родители очень часто хотят купить автокресло широкое, чтобы было оно широким. То есть, чем шире, тем лучше, как думается. И казалось бы, ну да, широкое, ребенку там свободно, хорошо, можно бочком лечь, свернуться калачиком, еще как-то. Как комфортно, как прекрасно. Но это не так. Почему производители делают кресла, ну скажем так, не такие широкие, а вот плотно прилегающие к телу ребенка? Почему это? Раскрою вам секрет. Это не из-за экономии материалов и так далее. Это по причине безопасности перевозки ребенка в этом автокресле, в машине. В чем же заключается этот принцип? Что помогает уберечь ребенка от проблем? Значит, смотрите. Это все называется боковая поддержка. То есть, во-первых, плотное прилегание чаши автокресла к телу. Или, если ребенок маленький, а кресло универсальное, то вставляются вот такие вкладыши. Вот эти вкладыши, они поджимают тело и держат его более строго, как в единой капсуле. Головные вкладыши, плечевые и так далее. Есть даже еще один вкладыш, например, в этом автокресле для новорожденных. Он еще заужает вот эту луночку, мягко поддерживая голову с двух сторон. Для чего все это делается? Объясняю. В случае бокового удара, кто-то на перекрестке заехал в дверь. И не обязательно это происходит за городом, как некоторые думают. Часто это происходит именно в городе. Влетели в дверь, удар. Удар приходится, допустим, с этой или с этой стороны. Не имеет значения. Но, если ребенок четко зафиксирован в кресле, то при ударе произойдет, да, будет импульс. Кресло, насколько оно закреплено, но все-таки оно сыграет. То есть небольшой люфт оно сыграет. Но оно сыграет вместе с ребенком, закрепленным четко. И у него не сдвинутся шейные позвонки, не сдвинется тело, тазовая часть. Она будет четко в этой капсуле. И импульс успокоится. То есть ребенок в порядке. Другая ситуация. Представим себе, что ребенок сидит в автокресле, ну, вот такой, как казалось бы, комфортной ширины. Что произойдет в случае удара? В случае удара в излишне широком кресле сила инерции, ребенок останется на месте, а сила инерции сдвинет само кресло. Так, когда ребенка будет, ну, скажем, там, лишних 5-10, лишний, каждый лишний сантиметр сбоку, скажем так. То само кресло со скоростью того автомобиля, который въехал в дверь, само кресло с такой же скоростью и силой ударит самого ребенка внутри. То есть по силе инерции ребенок в эти доли секунды во время импульса будет находиться в недвижимом состоянии, а кресло с огромным ускорением будет приближаться к плечу ребенка и к шее и ударит в бок. То есть могут сместиться, во-первых, ну, черепно-мозговая травма, могут сместиться шейные позвонки и другие неприятные вещи. То есть вот в чем суть, почему не делают слишком широкие и, казалось бы, комфортные автокресла. Кресло должно быть в идеале вообще повторять анатомическую форму ребенка. То есть вообще в полном идеале кресло бы лучше вообще индивидуально изготовить. Ну, как вот делают для космонавтов ложа, изготавливают индивидуально, чтобы выдержать как можно более сильные перегрузки. Соответственно, ну, так как этого нет такого сервиса изготовления кресел под ребенка, ну, по крайней мере, есть такой сервис, как подбор кресел. Если вы обратитесь к специалистам, они уже глядя по опыту, по размерам ребенка, по тенденциям к росту, смотрим на родителей, подберут кресло наиболее подходящее и защищающее ребенка в машине. Так что я рекомендую по этим вопросам обращаться к специалистам, и тогда мы получим максимальный уровень безопасности. Спасибо! Спасибо!